Воспитание у юного поколения Детский сад Чебурашка, ровесник города В 2016 году отметил свой 40-летний юбилей Под руководством Дубровой Галины Васильевны Детский сад, активность, участие в социальных проектах Участие в которых позволено учреждение Осноситься современным оборудованием Для исследовательских работ и комнатах психологической разгрузки Поздравляем коллектив с праздником! Ура! Детский сад Мишутка Это современное, динамично развивающееся образовательное учреждение Коллектив детского сада Трудится под руководством отличника народного посвящения Александры Ивановны Батуриной В коллективе трудятся ветераны труда и педагоги Участвующие в конкурсах и социальных проектах Привите поздравления с Днем Города! Ура! Детским садом Дюймовочка руководится Горгова Раиса Павловна В октябре 2016 года садик отметит 30-летие В 2016 году детский сад Дюймовочка Нашел в национальный реестр ведущий образовательное учреждение России Благодаря высокому профессионализму Коллектив детского сада стал победителем социального проекта Дом, в котором все окна распахнут в детство Поздравляем с Днем Города! Ура! К трибуне приближается детский сад Алёвка Города Весногорска Валентина-Ульна-Городкова Младая задача сотрудников детского сада Сделать наш сад в новом тепла, нефлюкта и радости и весням Обеспечение безопасных условий для жизни и здоровых детей Благодаря поддержке губернатора Смоленской области Алексея Владимировича Островского Будет отремонтирован фасад знания С Днем Города! Ура! Детский сад Ласточка Возглавляет Бойкова Любовь Петровна Медагоги детского сада являются активными участниками региональных и всероссийских конкурсов В настоящее время коллектив детского сада работает над реализацией социального проекта Фоскорпорации Эстетика и безопасность окружающей среды В 2016 году детский сад Ласточка вошел в национальный реестр ведущие образовательные учреждения России Поздравляем с Днем Города! Ура! Ветским станом теребок руководит Радимина Датьяна Ивановна Ветеран труда, почетный работник общего образования Российской Федерации Поздравляем коллектив с Днем Города! Ура! Педагогический коллектив детского сада Лесная сказка стабильный с большим творческим потенциалом Под руководством заведующей Жанны Пикетовны-Зукановой Педагоги детского сада неустанно работают над созданием атмосферы и доверия Поздравляем вас с праздником! Ура! Под руководством заведующей Татьяны Михайловны Дарьиной Детский сад Ивушка является пилотной площадкой Поведением федеральных государственных образовательных стандартов С Днем Города! Ура! Школа номер один города Лесногорска свою историю начинала вместе Со всероссийской ударной комсомольской стройкой Смоленской АЭС С 1974 года во временном поселке впервые распахнулись двери школы Учениками которой стали дети первых строителей и жители близлежащих деревень На сегодняшний день это современная школа Которая работает в режиме развития Активно внедряет образовательный процесс и инновационные разработки С Днем Города! Ура! С днём три года и проходит средняя школа номер два Где работает самый дружный коллектив нашего города Коллектив школы возглавляет Кочубей Лидия Владимировна Школа является лауреатом стиротического конкурса Школа будущего! С Днем Города! Ура! Средняя школа номер три руководит Сотник Раиса Ивановна Школа является победителем нацпроекта образования Является площадкой для реализации проекта госкорпорации Росатом По созданию атом-класса Средняя школа номер три является базой местного отделения Всероссийского детского и юношного военно-патриотического общественного движения Юнармия! Поздравляем с Днем Города! Ура! В трибуне приближается средняя школа номер четыре Где трудятся профессиональные педагоги Обеспечивающие высокое качество обучения Которыми руководит Татьяна Владимировна Токарева Школа была участником программы «Доступная среда» Разработала программы индивидуального подхода к детям С ограниченными возможностями здоровья В шестнадцатом году школа примет участие в создании на своей площадке Клуба патриотической направленности Поздравляем с Днем Города! Ура! Дом детского творчества Многопрофильное учреждение высшей категории Руководит Токарева Оксана Геннадьевна Кондрашенкова В 2016 году организация явилась победителем проекта «Вместе в будущее» На сегодняшний день в учреждении работает 28 творчеств объединений Деятельность которых осуществляется по направлениям художника, социально-педагогической, естественно-научной, технической, культурно-спортивной, туристко-хронической Поздравляем с Днем Города! Ура! В праздничной колонии приветствуем коллектив Смоленского в основном государственном бюджетном учреждении Десногорский центр социальной помощи семье и детям «Солнышко» Центр «Солнышко» оказывает услуги по социальному обслуживанию и социальному сопровождению детей и их семей, а также семей с детьми-инвалидами с целью профилактики безнадзорности и социального сиротства Поздравляем коллектив нового воспитанника в Днем Города! Ура! Поздравляем коллектив Десногорского энергетического колледжа! Руководить коллективом колледжа Наталья Сергеевна Черны, почетный работник профессионального образования Российской Федерации В колледже обучается свыше 400 студентам! Годовой коллектив насчитывает 75 человек, в состав которого входят преподаватели, мастера производственного обучения, обслуживающий персонал Десногорский энергетический колледж является государственным учреждением, предоставляет бесплатные образовательные услуги, готовит рабочие кадры Более чем по 20 специальностям и профессиям для предприятий нашего города и области Колледж является победителем национального проекта Разработка и внедрение программ модернизации профессионального образования Существом Российской Федерации Обучающие и работники колледжа входят в состав в городе и коллективах нашего города Поздравляем с Днем Города! Ура! Встречаем дружный коллектив отдела социальной защиты населения в городе Десногорск Департамента Смоленской области по социальному развитию и сотрудников филиала многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг С Днем Города! Ура! Приведствуем коллектив Десногорского районного отдела судебных приставов Управление федеральной службы судебных приставов по Смоленской области Начальник отдела старший студебных приставов Филипенко Алла Юрьевна И штат 20 человек Днем Города! Ура! Поздравляем с Днем Города коллектив отдела Министерства внутренних дел по городу Десногорску Начальник отдела подполковник полиции Озов Олег Федорович Во все времена сотрудники ВД выполняли свою работу, которая составлялась безменной Служить закону и защищать людей С праздником! Ура! В праздничном шествии парад создателей Продолжает градообразующие предприятия Смоленская атомная электростанция Гордость российской атомной энергетики Лучшая атомная электростанция России Лидер производственной системы Росатома Флагман экономики Смоленщины В эксплуатации 3 энергоблока Которые по безопасности и надежности Не вступают ни одному из существующих в мире реакторов За последние 15 лет Благодаря поддержке государства лично президента Путина Росатом стал самой эффективной государственной корпорацией в России И одной из самых конкурентных корпораций в мире Атомщики обеспечивают защиту суверенитета и электрическую безопасность России Все достижения отрасли Общая заслуга работников энергетики Строителям, жителей атомных городов Все мы граждане страны Росатом Будущее Смоленской атомной электростанции Молодежь, которая сохраняет традиции старшего поколения ядерщиков С днем города! Ура! Приветствую Управление Смоленской АЭС Руководство специалистов Высшего звена Дослужу энергетики Высокие профессионалы своего дела Смоленская АЭС Рассказывают Путин за кадром Здесь выросли директора Главные инженеры Специалисты международного уровня Александр Маклыч Варшин Первый заместитель генерального директора Росатома Андрей Иванович Петров Генеральный директор концерна Росатома Иван Иванович Сидоров Директор Белоярской АЭС Много лет свою трудовой биографию Смоленской АЭС Посветил главный инженер А затем и директор предприятия Василий Александр Иванович Встречаем коллектив лаборатории психофизиологического обеспечения В пятнадцатом году психолог Анжелика Судакова Стала представителем Судакова Пилу души Психолог Ирина Сергеевна Награждена почетной грамотой концерна Росэнергоатом За выходные решения в области культуры безопасности Сидем города Ура! Колонна отдела инспекции контроля За обеспечением безопасности Углавляет начальник Михаил Беляев Отдел ведет большую работу По трансформации дивизиона Электроэнергетический ПСР дивизион Особый вклад вносят молодые специалисты Вера Дияшина и Михаил Володьков Поздравляем с днем города Ура! Отдел управления качеством Поговорил с Александром Грищенко Атомная станция Следует самым высоким отраслевым стандартом И лучшему мировому опыту Она пока единственная среди Атомных электростанций России Успешно сертифицирована Интегрированной системой управления На соответствие международным стандартам В днем города! Ура! Электрического цеха Восстанавливает Николай Пузырек Веки трудятся 357 работников Судовых лидеров Сергей Воронин и Владимир Васильев В днем города! Ура! Отдел мобилизованной подготовки Смоленской атомной электростанции И отдел планирования Марине готовности В числе лучших специалистов отделов Ирина Семенец, Людмила Юткина, Марина Филина С днем города! Ура! Приветствуем отдел охраны труда Призванные эксперты по вопросам безопасности труда Борис Ильинская и Ирина Пухтоярова Коллектив отдела назван лучшей командой ПСР Большой вклад в это достижение внесли Елена Патес и Сергей Вашурин С днем города! Слава Созидателям! Ура! Отдел мобилизованной экономической службы Много лет экономическая служба Санимает титирующие позиции Среди атомов в станции России С днем города! Ура! Колонну реакторного цеха Возглавляет начальник Сергей Кунько В составе колонны идут лучшие люди цеха Владимир Новиков, Михаил Калитин, Сергей Березин, Виталий Польщиков, Самуэл Джатян, Валерий Калиурин, Владимир Шелегин, Андрей Зинченко, Юрий Миркулов, Виктор Акульчин Акульич С днем города! Ура! Колонну турбинного цеха Возглавляет начальник Юрий Осипов Среди достижений цеха этого года Модернизация систем автоматического регулирования защит и сепарации пара на турбогенераторах Это повысило надежность работы оборудования Традиции цеха Возглавляет начальник Николай Сотников Водохимическая лаборатория цеха В июне подтверждила компетентность в области выполнения измерений В частности Петеряков, Наталья Кутникова, Виктор Пудряшов, Елена Цаплева, Павел Серебряков, Татьяна Маркова, Николай Клюков, Алексей Прилепа, Олег Вестеров, Геннадий Павлов, Андрей Семенякин, Сергей Шанов, Геннадий Морозов В днем города! Слава Созидателям! Ура! Тепловые автоматики измерений Это глаза, нервы, мозги и руки ядерного энергоблока В числе достижения цеха В ходу эксплуатации систем контроля и автоматики оборудования В самой очереди подготовка к воду эксплуатацию пристроя фаяц С днем города! Ура! Приветствуем отдел ядерной безопасности и надежности Сотрудники отдела активно участвуют в повышении уровня культуры безопасности на Смоленской АЭС В развитии производственной системы Росатом С днем города! Ура! Встречаем коллектив отдела радиационной безопасности Под руководством Анатолия Кулеватова Семистрин, Дмитрий Танисов, призер Всероссийского клуба Собро пустерства Передвиги производства Владимир Самков Юрий Сайцев Алексей Веснов Андрей Бумнов Сергей Курдюмов Владимир Васильев Виктория Рожкова Николай Солотов Александр Гарипулин Алексей Тимофеев Дмитрий Миронов Сергей Селерин Услан Грабков Дмитрий Розгань Роман Андреянов Николай Лящик Юрий Ивченко Игорь Лунин Игорь Буртазин Сергей Печенко Анатолий Ацтутов Евгений Тельфов Поздравляем с Днем Города! Ура! Грамотные и безопасные обращения СРАУ и АЯТ Приоритеты Атанной станции Приветствуем коллективы заслуженных работников Цеха по обращению СРАУ Цеха по обращению СРАУ Цеха по обращению СРАУ Культурно-доступной и спортивной работе первичной проследовательной организации «Валентской атомной электростанции» Воплощает свои творческие и спортивные мечты В этом году коллективы примем участие в фестивале по конкурсам «Доничного уровня» Позитивы принесутся сейчас своими оранжевыми тройниками Поздравляем спортивные творческие коллективы сектора с Днем Города! Ура! Ура! Встречаем цех сентрализованного ремонта под управлением Викторой Теркиным Он занимает достойное место в производственной системе «Росатом» С праздником! Ура! Систем вентиляции возглавляет Павел Кининов, депутат Сарамурского городского совета. Задача цеха обслуживания систем вентиляции и патенцирования. Штат цеха 66 культурных специалистов. Семь города! Ура! Семь города! Семь города! Ура! Транспортный цех возглавляет Ольга Николаевна Раф. В коллективе цех 60 человек. Лидеры производства Владимир Харченко, Ольга Кудинова, Елена Иванечкина. Семь города! Ура! Встречаем отдел по ремонту зданий Владислава Геннадия Велепедовна. В колонии ведут ветераны труда Нина Нестерова, Галина Мамаева, Иван Шпаков, Ольга Чайковская. Семь города! Слава Созидателям! Ура! Встречаем коллектив общества с ограниченной ответственностью Смоленская АЭС-сервис. В коллективе трудится 955 человек. Генеральный директор Синоводс Эдуард Николаевич, главный инженер Туманов Александр Петрович. Основными видами деятельности является уборка производственных и служебных помещений, благоустройство территорий, обеспечение питания работников АЭС, техническое обслуживание, ремонт объектов, а также деятельность в сфере ЖКХ в качестве управляющей компании. Мы поздравляем весь коллектив с Днем Города! Слава Созидателям! Ура! В трибуне приближается коллектив федерального государственного унитарного предприятия «Ведомственная охрана Росатом», которая осуществляет физическую защиту внешних объектов Смоленской атомной электростанции. Руководитель подразделения Миктор Николаевич Агафонов для защиты объектов персонал предприятия используют современные комплексы инженерно-технических средств охраны, которые требуют высокой профессиональной подготовленности. В настоящее время филиал является современным охранным обособленным подразделением, оснащенный современным вооружением. Поздравляем коллектив с Днем Города! Ура! В общей колонии следует первая пожарно-оспасательная часть по охране Смоленска АЭС и 15-я пожарно-оспасательная часть по охране города Десногорска, которые входят в отряд федеральной противопожарной службы по Смоленской области. Возглавляет колонну начальник Десногорского пожарно-оспасательного гарнизона, начальник первой пожарно-оспасательной части, полковник внутренней службы Никитин Сергей Евгеньевич. Встречаем коллектив Десногорского полимерного завода. История завода насчитывает уже больше четверти века. На сегодняшний день это ведущее предприятие в отрасли пищевой упаковки. Его продукцию можно встретить в любой точке России и далеко за его пределами. Предприятие работает по программе импортализации, что уже отлично правительством Российской Федерации. С днём города! Ура! Встречаем коллектив общества с ограниченной ответственностью полимеров. Безменный руководитель предприятия, генеральный директор Александр Романович Кмита. Основной вид деятельности производства полимерных пленок. В 2015-2016 годах производство запущен новый вид упаковки. Встречаем коллектив Федерального государственного учреждения здравоохранения. Медико-санитарная часть номер 135 Федерального медико-биологического агентства. С 1 сентября коллектив возглавляет исполняющие обязанности начальника МСЧ-135 Алексей Болеевич Ахаренко. В коллективе трудятся высокофолицированные специалисты, отмеченные государственными и ведомственными наградами, заслуженные врачи Российской Федерации, отличники здравоохранения. Основной вид деятельности лечебно-профилактическая помощь работникам промышленных предприятий, пенсионерам и ветеранам отрасли и населению города Десногорска. В учреждении трудится более 700 человек. С момента образования медсанчасть прошла большой славный путь. И сегодня все работники лечебно-технологического комплекса заботятся о здоровье десногорцев. Поздравляем вас с Днем города! Слава Созидателям! Ура! В настоящее время в нашем городе представлено две крупные организации, работающие в сфере транспорта. Престижность профессии водитель растет с каждым годом. Ведь не найдется ни одной отрасли, в которой бы не требовались профессионалы в этой специальности. С Днем города! Поздравляем коллектив акционерного общества Атомтранс, лауреата национальной премии во славу Отечества. Предприятие является одним из самых крупных и стабильных среди аналогичных организаций Смоленской области. С октября 1984 года им руководит почетный гражданин города Десногорска, депутат Смоленской областной думы, заслуженный работник транспорта РФ Михаил Васильевич Лосенко. В настоящее время ООО «Атомтранс» успешно решает свою основную задачу – транспортное обеспечение Смоленской атомной электростанции. Горектив предприятия насчитывает 376 человек. С момента образования в предприятии на нем работает много высококвалифицированных специалистов, ветеранов труда, ветеранов атомной энергетики, узнанников труда, почетных автотранспортиков, участников ликвидации последствий аварийной Чудобойской области. На предприятии имеется 197 единиц автомобильной техники, своя ремонтная база по ремонту подвижного состава, цеха для покраски лихового и грузового автотранспорта, свойство для любого вида автотранспорта, установка по ремонту лиховых автомобилей, автозаправочная станция, линия технического контроля. Предприятие Атом Транс одно из первых получило сертификат доверия руководителя. Слава Созидателям! Днем города! Ура! На протяжении многих лет предприятие ведет активную благотворительную деятельность и шедевную работу. Вносит свой вклад в гос российской экономики. Атом Транс по праву гордится своим замечательным стадионом, благоустройство которого продолжается. Деятельность коллектива получила высокое общественное признание. С праздником! Ура! Слава Созидателям! С Днем города! Ура! Приветствуем коллектив закрытого акционерного общества работников «Народное предприятие Автотранс». Предприятие достойно осуществляет перепуски пассажиров в Смоленскую область и города Дескопорска. По итогам работы за 2015 год предприятие внесено национальный реестр ведущей организации «Транспорта России». Более 35 лет руководить коллективом генеральный директор Анатолий Иванович Ивимов. В колонии идут лучшие работники коллектива. Василий Иванович Прохоров, Таисия Николаевна Шибаева, Виктор Леонидович Герда, Алла Павловна Головачева. Поздравляем вас с Днем города! Ура! К нам приближается коллектив смоленского филиала «Смоленск Атом Гетэнерго», акционерного общества «Атом Гетэнерго». Руководитель Владимир Николаевич Блохин. Специалисты предприятия выполняют работы по реализации проекта ввода в эксплуатацию энергоблока номер 4 Белаярской атомной станции с реактором ВН-800. Участвуют в пуске блоков на Воронежской, Ростовской и Ленинградской атомной станции. Участвуют в международных проектах по оказанию физического содействия в строительстве и эксплуатации атомной электронной станции в ряде стран Европы и Азии. Выполняют работы по инженерной поддержке и продлению строка эксплуатации действующих энергоблоков с реакторами РБМК на Смоленской и Курской АЭС. Постоянно ведется работа с молодыми специалистами, проведение семинаров, конференций, конкурса лучшей по профессии, лучший молодой специалист. Традицией становится проведение ежегодной спартакеады между филиалами. Поздравляем коллектив предприятия! С Днем Города! Ура! Поздравляем с Днем Города коллектив Смоленск Атомэнергоремонт. Филиал акционерного общества Атомэнергоремонт. Возглавляет предприятие Михаил Георгиевич Апульки. Поздравляем с праздником! Ура! Трибуне приближается коллектив открытого акционерного общества ЭЛС. Генеральный директор Сергей Александрович Архевиков. Предприятие насчитывает 155 человек. В этом году предприятие отметило свой 25-летний юбилей со дня образования. Приветствуем на праздничном шествии Смоленское управление филиала открытого акционерного общества Электроцентра Монтаж. Руководитель Сергей Иванович Печерица. Трудовой коллектив насчитывает 750 человек. Среди них ветераны труда и передвиги производства, отработавшие в ЭТМе Смоленск более 20 лет. Основной вид деятельности предприятия – это проектирование, строительство, монтаж и накладка энергетических и промышленных объектов, включая объекты использования атомной энергии. Встречаем коллектив Смоленской финансово-промышленной строительной корпорации «ЩИТ». В 2015 году корпорации было успешно завершено строительство комплекса по переработке радиоактивных обходов. Общий объем выполненных корпораций за год строительно-монтажных работ превысил 1 миллиард рублей. В текущем году, продолжая сотрудничество с атомной станцией, коллектив организации завершил строительство ряда социально значимых объектов на территории Смоленской области. Возглавляет колонну президент корпорации, заслуженный строитель Российской Федерации Василий Иванович Ускреев. Поздравляем вам с днём города! Ура! К трибуне приближается коллектив общества с ограниченной ответственностью «Гидрострой». Предприятие образовалось в 1991 году. Как дочернее предприятие управления строительства Смоленской атомной электростанции. С первых дней его образования и по настоящее время предприятие неизменно руководит генеральный директор Владимир Петрович Розельман. Ура! К трибуне приближается праздничная колонна Деснокорского проекта изыскательного филиала акционерного общества «Атомэнергопроект», образованного в 1967 году. Исполняющая обязанность управляющим филиалом Устюгова Светлана Евгеньевна. К трибуне приближается общество с ограниченной ответственностью «Ростовская дорожно-строительная передвижная механизированная колонна». Руководитель Павел Викторович Рыжиков. Предприятие основано в 1973 году. Поздравляем с днем города коллектив муниципального унитарного предприятия комбинат коммунальных предприятий муниципального образования город Деснокорск в Смоленской области. С 2015 года предприятие возглавил Андрей Николаевич Шумин. Предприятие оказывает профессиональные деньги по управлению и эксплуатации 91 многоквартирного дома и 4 общежитий. Более 500 квалифицированных специалистов предприятия неживотно стараются обеспечить максимально комфортное проживание для граждан. Продолжает наше праздничное шествие трудовые коллективы муниципального бюджетного учреждения службы боргоустройства под руководством Андрея Николаевича Олейникова и муниципальное бюджетное учреждение Десногорское городское лесничество возглавляет которое Олег Михайлович Бресняков. Приветствую трудовой коллектив малого и среднего бизнеса индивидуального предпринимателя Максима Александровича Володина. Социально ориентированного предпринимателя. А как еще и по перевозке пассажиров Автомакс. Подписано соглашение между администрацией и предпринимателем на проведение социальной акции по бесплатному проезду отдельной категории граждан. А именно ветеранов Великой Отечественной войны, всех ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. С Днем Города! Ура! И завершает наше праздничное шествие трудовой коллектив муниципального учреждения Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Десногорск. Начальник управления Игорь Николаевич Медведев. Основные задачи это предупреждение регулизации чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах на территории нашего прекрасного города. Поздравляем! С Днем Города вас! Ура! Хочу поблагодарить всех жителей, всех создателей за внесенный вклад в развитие нашего города.